Потерпеть. Владислав Волков меня зовут. Давайте познакомимся с теми, кто не знаком, или те, кто был смотреть в записи. Технический университет я закончил. И в Санкт-Петербург, Бельгия руковожу Sky World Community направлением именно этот. И по Санкт-Петербургу есть еще направление, связанное именно с развитием нашей технологии. Не могу все моменты рассказывать, но тем не менее, в общем, есть в этом направлении. И сейчас дальше расскажу, обращусь, вернее, к питерцам и тем, кто живет в Санкт-Петербурге. Моя встреча с проектом. Вот, вы знаете, вот была такая статья, я ее когда-то видел, где Анатолий Владыч выступал. И это был отрывок даже в видео. И Анатолий Владыч выступал вот на таком прекраснейшем, это был, знаете, как это можно сказать, такой битва умов. Вот так я бы сказал, да? Где были железнодорожники, еще и еще транспортники. И Анатолий Владыч представлял там наш вид транспорта, именно струнный транспорт. И тогда вот этот кадр запечатлен, он есть в истории развития нашего проекта. Анатолий Владыч на сайте есть. Анатолий Владыч, это для тех, кто не знает, это именно основатель, именно человек, который уже более 40 лет ведет этот проект со всякими подъемами, с всевозможными моментами жизненными, какие есть не только в проекте, но и вообще. Но тем не менее, этот именно тот человек, который вел и ведет этот проект к той точке, именно когда проект выйдет на мировой уровень. И эта точка уже близка. И вот вы видите на этом слайде, где Анатолий Владыч пишет железнодорожником, быть первыми, но струнный транспорт, ближайшие, я бы сказал, здесь добавил бы настоящее. Тогда он писал будущее, но я бы добавил настоящее, это реальность. И я вернусь к тому, что вот коллеги пишут здесь 14, 15, 16 год и 21 даже год вот там есть, да, у нас Валдис, по-моему, кто там как-то был сейчас. Но поздравляю в любом случае этого человека. Я узнал о проекте именно через проект Венера. Вот вы видите сейчас на слайдах проект Венера, можете в интернете найти, его очень много там о нем есть информации. Но меня тогда захватила, нас захватила тогда именно концепция вот именно этих городов. Это были еще нелинейные города, я вернусь потом к нашему направлению, к линейным городам, немного скажу свое мнение по этому поводу. Но меня захватила концепция вот именно построения этих новых городов. И тогда мы вот город-герой Ленинград, Санкт-Петербург. Те, кто из Санкт-Петербурга, друзья, коллеги, те, кто из Санкт-Петербурга, откликнитесь, мы с Владимиром Марковичем будем, с Владимиром Марковичем Масловым будем в Санкт-Петербурге 18, 19, 20, 20, ну, в общем, всю неделю. Всю эту неделю именно по направлению нашего вида транспорта. У нас будут деловые встречи, у нас будет очень серьезная работа. Для тех, кто в Санкт-Петербурге, откликнитесь и в каком плане. Те, кто имеет контакты с крупными застройщиками, непосредственно крупными застройщиками, которые строят не в самом Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области. Именно непосредственно с руководителями, если кто-то имеет прямые контакты, я прямо обращаюсь к коллеге, сконтактируйте со мной, это очень важно, очень важно, архиважно для нашего проекта. Идем дальше. Вот гостиница Октябрьская, мы тогда пригласили этого прекраснейшего человека. Это Жак Фреско. Жак Фреско именно по направлению проекта Венера. И тогда этот прекраснейший человек в этой гостинице, у нас было полторы-полторы, от полутора до двух тысяч человек присутствовало, и мы тогда планировали реализацию этого проекта. Именно здесь я познакомился с нашей технологией, с нашей технологией. Аграрный университет. На данном слайде вы видите Аграрный университет Жак Фреско, вот в середине 96 лет, он после трехмесячной новопереговора с ним, все-таки согласился приехать, когда мы ему объяснили, что в России в ушанках медведи и с автоматами калашников больше не ходят. И он 96 лет прилетел, большая очень, более 12 часов полета, но тем не менее он прилетел для того, чтобы презентовать свою технологию. Вот Лариса Артамоновна слева в левом углу. Мы как раз вот видите на этом слайде в Аграрном университете. И именно вот студенты и молодые люди в гостинице Октябрьской, именно здесь, именно в этой гостинице, прекраснейшая гостиница, кто-то из них тогда вот в 11-м году именно преподнес информацию о технологии. Именно у технологии. Но тогда у меня этот счетчик или как выключатель не перекликнулся. Я принял эту информацию, но не глубоко. Глубоко я ее принял, вот как коллеги пишут, здесь в 14-м году. В 14-м году тогда я уже, вот Песцов Николай и, по-моему, Валентина, тоже там с 14-го года. В 14-м году, ну те, кто еще писали, коллеги, друзья, те, кто с 14-го года, в 14-м году я принял эту технологию. Уже реально. И спасибо вот этому человеку, генеральному конструктору, человеку, генеральному, я бы сказал такому, генеральному даже человеку, или я бы даже сказал так, по простецкому отцу. Отец этой технологии, тот человек, который неустанно работает по продвижению, по новым идеям и всевозможным изменениям в лучшую сторону в этой технологии. И это получается очень хорошо, не всегда быстро, не всегда быстро, конечно, не всегда идем мы четко в ногу по этапам развития, но тем не менее, тем не менее, это идет все вперед. И я очень этому рад. И большое спасибо за стойкость и хорошее физическое состояние Анатолия Радовича. Это очень радует. Это очень радует. И, естественно, он как конструктор, как человек-основатель этой технологии, которая уже, я бы сказал, так состоялась. Потому что на данном слайде вы видите реальные фотографии нашего вида транспорта с тем количеством типов рельс, которые у нас есть. Хотя у нас, в принципе, друзья, коллеги, заявлено всего в бизнес-плане было три. Было три, а на сегодняшний день мы имеем, конечно, уже больше. Больше. Вот данные основные, основные, вот сейчас на слайде вы видите основные типы рельс. Это четыре, да? Жесткий рельс, полужесткий, гибкий и колтюбинговая труба. Самая последняя колтюбинговая труба это для... Приветствую, Марина вот пришла, присоединилась тоже в ютубе. Колтюбинговая труба это именно для легкого вида транспорта. Модельный ряд мы уже весь с вами знаем, прекрасный. У нас очень много слайдов нет в ютубе. Не знаю, почему в ютубе нет слайдов. У нас все в порядке. Слайды идут. Возможно, что чуть-чуть надо подождать. Может быть, интернет подтягивает или что-то с чем-то связано. Но тем не менее. Вот. Машинный ряд у нас очень на сегодняшний день большой. Да? Более 11 моделей. Но есть еще разработки, которые не вживую не сделаны. И вот Unicom. Вы сейчас видите, эта модель. Она у нас произведена. Сделана. Картинка пропала в интернете. Но, наверное, появится это, коллеги. Чуть-чуть нужно подождать, потому что у нас все идет. В кабинете все четко и идет ровно. Вот. И это именно эта машина, именно эта машина, вот Unicom, она делает фурор. И сделает фурор, я думаю, на рынке именно грузоперевозок. Да и, я бы сказал, даже пассажиров перевозок тоже. Не говоря уже о 20-40 футовых контейнеров. Но еще и о блоке, который задуман Анатоли Дороговичем Яницким, генеральным конструктором. О сменном блоке. Да? Мы знаем, что эта машина универсальная. Коллеги, в интернете, кто в ютюбе, нужно немножко подождать, наверное. Это что-то связано с ютюбом, может быть. Но, тем не менее, у нас все идет. В кабинете у нас все четко передвигается и двигается. То есть, может быть, что-то связано с интернетом. Возможно, в записи будет все в порядке. Но сейчас вот как-то так. Вот. Машина прекрасная. Машина очень значимая. И я четко теперь понимаю, что именно по Unicorn мы идем в правильном направлении. Потому что на где-то 3 или 4 презентации, может 5 презентаций назад, я показывал вам Mercedes Urbanetic. Mercedes Urbanetic. Они только-только-только взяли в концепт электромобиль. У нас тоже электромобиль. Но мы на стальных колесах. Они на первом уровне. И машину только-только начали производить. На бумаге. На бумаге, да. У нас же машина уже, вы знаете, она сделанная. Но здесь я не про машину. Здесь я про концепт. И про видение Анатолида Адыщиницкого. То есть, Анатолида Адыщиницкого увидел четко в этой машине перспективу в перевозке не только контейнеров, но и сменный модуль. Сменный модуль. Я сейчас подтверждением этого несколько сделаю. Именно о правильности видения Анатолида Адыщиницкого. О том, что можно сказать, я скажу. Порт Антверпен мы о нем знаем. Прекрасный порт. Я о нем много уже говорил. У нас там очень хорошие контакты. Но до одного определенного момента, когда машина будет сделана, мы вернемся в порт Антверпен. Машина, вернее, не будет испытана до конца. До конца полностью. Тогда уже надо будет ехать и идти разговаривать. Вживую и дальше вести этот переговор. Машина усовершенствованная. И это хорошо. Спасибо Анатолию Адыщиницкому. Потому что именно он когда-то, когда чертил эти все свои вещи, естественно, разрабатывал и рисовал их. Можно сказать, что это история. Не можно сказать, а это уже история. Тогда это, конечно, выглядело немножко такое, как мультики. Но, тем не менее, сегодня машина в действии. И вот даже еще одно подтверждение, что Анатолия Адыщиницкому мысленно работает в правильном направлении. Вот именно его перемещение трассы под водой. Здесь его концепт. Именно как эта трасса будет под водой находиться. Именно этот концепт использовали. Приблизительно этот. Но в основном где-то 99%. Этот, вот Норвегия, плавучий туннель. 1121 километр под водой. Этот туннель принципиально технологически и инженерно практически сделан, как Анатолий Адыщиницкому описывал в своей книге. Много лет назад. Я к тому, что у Анатолия Адыщиницкому очень много описывалось его идей во всех газетах всевозможных. Это мы уже из истории знаем. ЗИЛ-131. Это ему большое спасибо. Потому что мы именно здесь в озерах получили хорошие результаты по трассе. Именно по трассе. Не по колесам, не по ЗИЛу. В ЗИЛ был напичкан всевозможными приборами, которые осуществляли замер. Но здесь мы испытывали путевую структуру. Сейчас этот ЗИЛ стоит в Марьиной горке. Дедушка, можно сказать, дедушка Ю-21 нашего вида транспорта. Это как первая такая отправная точка. По исследованиям, я имею в виду, по цифрам. Поэтому этот дедушка был отреставрирован. Теперь он там находится в долгие-долгие времена. Нулевой километр мы закладывали в озерах. И, естественно, путевая структура, видите, натяжение. Именно вот здесь эта фотография очень дорога. Потому что здесь была первая самая модель. Как же натягивать струну внутри нашей путевой структуры. Каркас и всевозможные вещи. Продувка, встречи. И все это было, было. Это уже история. Начало, 15-й год. Марьина горка. Полигон. Это, помним мы, закладка бетона. Закладка нулевого километра. Именно в Марьиной горке. Уже спасибо, конечно, большое, что именно в Марьиной горке полигон наш открылся. Но ни в коем случае не в другой стране. Не в Шауляй. Как планировалось. Потому что, ну, видимо, так сложились звезды. И так ведут технологию. Потому что, если бы там, то, конечно, технологии бы не состоялось. Было очень трудно. Первый экофестиваль. Помните, 850 человек. Погода должна была быть плохая. Но погода стала, была просто великолепная. Монтировали мы тогда Г-образные опоры. Бетон получали. Готовились к Берлину. Выступали в Берлине. Выступали еще на других выставках. Ездили в Индонезию. И ездили в разные страны. И вот с Алексеем Суходовым мы ездили в Африку. Еще была у нас поездка в Африку. Тоже деловая. Катэдэуар. Вот как раз мы здесь даем интервью для ТВ-канала Бизнес-24. В Африке, кстати, очень хорошо работает Кристин Ван Девувер. Сейчас продолжает эту деятельность. На выставке «Транспорт России» первый запуск в 2016 году «Юнибайка», «Делай-Лама». И на «Транс-2018» бомбовое выступление нашего флагмана. Это высокоскоростная машина. И тропический тип модели «Юнибайка». «Юнибайк» – модель тропического типа с великолепной внутренней отделкой. Качество, за которое не стыдно. Ну и, конечно же, большой-большой плюс, что мы имеем свое производство. Производство не очень большое, но оно достойное. Синкевич руководит. И сейчас новые молодые инженеры. Такой костяк. Такой классный, хороший и великолепный костяк. И с этими инженерами, я думаю, что мы сделаем очень много. Конечно, текучка есть. Не без этого. Это даже и очень хорошо. Когда меняется кровь, то, естественно, человек, организм живет. Вот так я бы сказал. Покупаем лазерные и всевозможные станки. Это необходимость. Акума-станок, помните, да? Очень высококачественный. Можно набрать www.akuma.com. И посмотреть видео, когда из алюминиевой болванки посредством программы станок вытачивает льва. Это говорит о том, что станок вот именно того профиля, который нам необходим. Дубай – это была отправная точка. Я помню в Дубае, когда Анатолий Владимирович нам уделил некоторое количество времени и говорил о том, как, что будет именно в Дубае. И, знаете, так, как он говорил, так все и произошло. С небольшими изменениями партнеры поменялись там еще. Но, тем не менее, тем не менее вот этот вот центр инновационный, где сейчас происходят все события, да, он имеет место быть. И развиваются, и, соответственно, поставлены планы на реализацию той или иной дороги, трассы. Не дороги, а трассы. Не от нас зависит строительство, потому что по закону Арабских Эмиратов, именно на территории Арабских Эмиратов, может строить только та компания, которая приписана или находится на именно земле. То есть не компания извне. Поэтому строит именно компания из Арабских Эмиратов. Вот. Очень много информации всевозможной разной мы получали и получаем. Но основная информация наша, которая нам очень... Сейчас включу второй склад. Секундочку, подождите. Так, в интернете я смотрю, пошли, пошли слайды, да? Сейчас, одну секунду. Вот так работает наша комната. Приходится много переключать. Но наши инженеры все-таки планируют ее закончить. Не все, не знаешь, с чем это связано. Почему не получается, но тем не менее. Вот. Диплом. Я помню, когда мы получали диплом в Братиславе. И Анатолий Владимирович очень много рассказывал тогда о нашем направлении, как что будет. И очень многое произошло. Он говорил о этих домах, которые сейчас вы видите на слайде. О линейных городах. Он тогда приводил пример, вот сейчас вы видите на слайде, о заинтересованности не в одной линии какой-то. Например, вот как вот сейчас вы видите. А говорил о том, чтобы мы смотрели и видели развитие компании и непосредственно трасс нашего вида транспорта вот в таком виде. То есть, как карта метрополитена. Естественно, она может начинаться вот так. Да? С одной какой-то трассы. Но продолжение и движение и развитие должно быть именно так. И его концепция оказалась правильной. Может быть и так. Но тем не менее, вот цикличность и кластерность должна быть заложена. Это очень важно именно в построении линейных городов. И вообще это очень важно в развитии именно нашего вида транспорта. Линейные города это особая тема. И именно эту тему очень хорошо проговорил и достаточно емко уделил внимание всем моментам. На последнем вебинаре Владимир Маркович Маслов. Он проговорил именно по строительству линейных городов. Почему именно он затронул эту тему? Потому что на последних встречах и даже вот на встрече в Антверпене именно тема линейных городов, не касающихся городов, которые уже есть. И городов исторического значения. Потому что не все желают, чтобы на маленьких, на узеньких улочках, допустим, в Европе были поставлены опоры. И проходил на расстоянии второго, третьего этажа, проезжал вид транспорта. Это тоже сопряжено с этим. Не пускают в центры. Поэтому в больших городах, вот, допустим, в Антверпене и в многих других городах Германии пускают, конечно, вот такие трамваи, но они идут под землей, если есть такая возможность. Но Анатолий Владыч очень хорошо, вот есть такое, есть видео в интернете, можно его найти, где Анатолий Владыч четко объясняет типы и почему именно он уделяет внимание большое линейным городам. Линейным городам на новом поселении, но недалеко от крупных городов. Это новые поселения, новая возможность и независимо от городов, которые уже существуют. Потому что в основном муниципалитеты и города, ну, я бы так сказал, они с тяжелым, с таким каким-то, ну, очень-очень трудно пропускают и очень трудно соглашаются на всевозможные моменты, потому что там очень много подводных камней. Вплоть до коммуникаций, вплоть до землеотвода, строений и чего только там нет. Вот. Поэтому та концепция, вот, которая была, я пять или шесть презентаций назад показывал этот журнал «Национальная география», где специальный выпуск, где был показан и прописан город мечты, да, город мечты. И город именно вот был показан и технически описан со всеми-со всеми нюансами. И я благодарен этому человеку, который это сделал. Он в основном, не подозревая того, прописал полностью концепцию Анатолия Владыча, видение Анатолия Владыча Яницкого о линейных городах. Вот сейчас вы видите на данном слайде как раз именно вот городские хабы. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И соединяются эти города линейные, да. Они высокоскоростной... Здесь именно автор пишет «железной дорогой». Он пишет эту систему, описывает эту систему транспорта как транспорты или автобус, или метро, или маршрутные поезда, которые способны разгоняться до скорости тысячи километров в час. То есть человек, не владея информацией, просто собрал всю информацию и вот описывает именно города будущего и прописывает, не подозревая об этом, именно о нашем виде транспорта, да. То есть линейные города и между линейными городами именно высокоскоростная трасса. Это очень-очень радует. И еще один момент, конечно, он пишет, что беспилотные автомобили и вот большинство транспортных средств будущего беспилотные на электрической тяге, особенно грузовые. А у нас, естественно, наш вид транспорта, он классифицируется как электрические машины. Электрические машины, но на стальных колесах. Потому что у нас действительно электротранспорт. Конечно, второй, еще один момент, третий, я бы даже сказал, момент. Город Неон, помните, да? Это Арабские Эмираты, где было заявлено на расстоянии 170 километров на протяженности. Вот такие вот города, новые города, прекраснейшие города будущего, которые будут в ближайшее время строиться. И соединяться они будут, естественно, посредством высокоскоростного вида транспорта. Это тоже большой-большой плюс. И вот Винсент Кобельо, французский архитектор, он тоже в своем из докладов, в одном из своих докладов, он тоже, у него на сайте есть прописанная его идея о том, чтобы строить линейные города, но он пишет, описывает их, как концепция золотого сечения. И вот вы видите сейчас приблизительная его концепция, где вдоль побережья будет идти трасса, и вот спиралевидное такое закручивание именно города. Это его видение, и она оказывается самая-самая разумная по природе. Это еще раз подтверждает о том, что видение Анатолия Адыча в плане линейных городов очень правильное. Видите, подтверждения идут с разных сторон. И это не только в видении по линейному городу, это и в видении по транспорту тоже. По транспорту тоже. Вот. Поэтому... Сейчас, ребят, перейду. Секундочку. Вот. Да, вот все. Поэтому перейду к нашему виду транспорта, который уже имеет место быть. Многие события, которые происходят, и которые не оглашаются, они будут в ближайшее время Анатолий Адычем... Ну, во всяком случае, Анатолий Адыч выберет момент и выберет те именно новости, которые он пожелает открыть, или которые, возможно, будет открыть по тем или иным обстоятельствам. Но, тем не менее, вот на данном слайде вы видите то количество медиа-каналов, которые на сегодняшний день... европейских, я имею в виду. Здесь я собрал то малое количество каналов, которые на сегодняшний день именно публикуют, говорят, или говорили о нашем виде транспорта. Кстати, это большой-большой плюс при разговоре вот с высокопоставленными лицами и чиновниками. Это действительно играет роль, и то, что у нас происходит в Арабских Эмиратах, тоже играет очень большую роль. Вот сейчас у нас поездка состоится в России, в один из крупных городов с 18 октября. Неделю мы будем с Владимиром Арковичем деловой поездки. Именно встречаемся по нашему направлению. Это очень серьезная поездка, поэтому еще раз прошу петербуржцев, кто имеет контакты с крупными девелоперами, застройщиками, пожалуйста, дайте эти контакты. Это очень-очень поможет сократить нам время. Время. И если вы их дадите заранее, то мы будем иметь возможность контактировать и назначить встречу. Это очень важно. И очень важна будет эта встреча именно по концепции не только той, которую вы видите на экране. Хотя она, в принципе, мне вот импонирует очень, потому что именно эта концепция линейных городов вот в Антоле Адычев, вот выйдя на данном слайде, именно наш линейный город, полтора на полтора километра такой кластер, я бы сказал, да, он мне очень нравится. И я вижу в нем такую перспективу и правильность, потому что я обратил внимание, что очень много молодых людей и очень много вообще людей переходят в житие из городов на землю. А здесь подразумевается, конечно, именно в наших линейных городах подразумевается, что каждый человек имеет свой небольшой дом, да, и плюс еще хозяйство и плюс земля обязательно, где он черпает энергию и восстанавливается. Потому что в городах, конечно, тех миллионных городах и тех городах, то, что происходит, на сегодняшний день это совершенно не подразумевает нормальное существование человека и это нет необходимости будет и в ближайшее время, я имею в виду именно для проживания в линейных городах кластерного типа, там происходит гармония, я бы вот так сказал, да. И самое главное, что эти линейные города, они вписываются в любой существующий природный ландшафт, это точно. И вы знаете, эти линейные города вместе с домами, они очень четко прописались и не прописались, я бы так сказал, что вошли в головы и в понимание именно больших девелоперов, те, кто не только вот в Европе, в Европе тоже разговаривали с очень крупными девелоперами и эта концепция не просто нашла понимание, я бы так сказал, она сразу моментально, моментально полностью человека продвинула дальше и приподняла в его вот видение, я бы так сказал. Вот. Потому что она действительно, ну, эта концепция имеет место. То, что Ланнер Маркович там объяснял, это та коротенькая, посмотрите, предыдущие его вебинары, я сейчас не буду его пересказывать, он там коротко очень изложил то, что можно было про концепцию линейных городов. Это очень, я бы сказал, даже этот момент очень быстрый в реализации, потому что он независим от того существующего уже строя в городах, который сейчас есть. Потому что пробить его тяжеловато, очень много времени, очень много времени тратится на то, чтобы пробить именно эту стену. Вот. Друзья, как-то вот так идем вперед и вот это вот еще раз, вот видите, да, кровля дома, там показаны эти фотографии. Вроде бы то же самое, что было, когда мы, помните, показывали 3D-изображение экотехнопарка нашего в Марьиной Горке. И то, что, когда было видео, если помните, Анатолий Ладович чертил на песке то, что будет в Арабских Эмиратах. Это приблизительно вот то же самое, не приблизительно, а точно то же самое, что сейчас вот происходит с линейными городами. Я ни в коем случае не опускаю трассы, трассировку и так далее, потому что в этом направлении тоже, они тоже будут, но я имею в виду, что вот именно от крупных вот девелоперов и прозвучало, мы получили вот так, я бы сказал, обратную связь о том, что это не просто архиважно, а очень интересно и просто колоссально интересно. Поэтому вот именно в этом направлении, чтобы сократить время и как это, открыть дверь в будущее и там сократить время, вот работаем в этом направлении и очень серьезно работаем, много времени уходит, но тем не менее, я знаю, что этому нужно уделять время, уделять и ни в коем случае, ни в коем случае не оставлять это направление, потому что это очень важно и очень важный очень момент, он сыграл очень большую роль, не могу сейчас назвать все, все открытые там, все карты, но тем не менее, эта информация открыта, вот сейчас вы видите на Сан-Анатолье последняя поездка в Арабские Эмираты и вы видите руководителя нашего, да, в Шаджи, технологии, нашего парка в Шаджи и вот, может быть, кто-то не обратил внимания, но я бы еще раз хотел вот на эту, это открытая информация именно на наших ресурсах, трасса длиной 400 метров в центре ЕСТФ в Шаджи получила официальное разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию, то есть, коллеги, друзья, я бы хотел уделить на, вот здесь чуть-чуть побольше внимания, почему, потому что это очень важный момент, да, то есть, демонстрацию и эксплуатацию, то есть, можно сказать, что это первая 400 метровая трасса, которая получила разрешение на эксплуатацию, поэтому, когда партнеры, бизнесмены и те люди, которые в стендбайе стоят, просто следят за нами и ждут, когда же, у некоторых есть такой вопрос, у вас есть работающая трасса, хоть одна, у нас есть трассы демонстрационные в Экотехнопарке, у нас есть трассы демонстрационные в Шадже, но вот теперь уже у нас есть в Арабских Эмиратах тестовая трасса, которая получила разрешение на эксплуатацию, и это очень многого значит, да, и, естественно, конечно, большое спасибо вот разрешение, которое получено на демонстрацию и эксплуатацию этой трассы, это сертификация технологии в Арабских Эмиратах, и кто-то где-то я в чатах даже прочел, кто-то решил проверить именно сертификацию технологии, пробежался именно по структурам и ввел эти данные и действительно выявил, что все-таки этот ТЮФ значит, получен действительно сертификат правильно, то есть, ему получил ответ, что сертификат такой существует, большое ему спасибо за то, что он еще раз это подтвердил, хотя, в принципе, конечно же, головная компания не будет выкладывать информацию, которая не подтверждена или информация заведомо ложная, это просто априори невозможно и не нужно никому, потому что грандиозные события ждут нас в ближайшее время, Антон Радыч, я думаю, что все-таки заявленные, вот даже здесь вы видите, да, вот в последней строчке написано, что до конца этого года планируется подписать минимум три контракта, я думаю, что Антон Радыч все-таки сдержит свое слово и как минимум три контракта он объявит, именно каких и что именно Антон Радыч выберет сам, вот, а мы в любом случае работаем в этом направлении, работаем очень твердо и уверенно и я знаю точно, что в ближайшее время друзья, с вашей помощью и спасибо большое всем тем коллегам и новым партнерам и вообще, да и я и себе сам тоже говорю спасибо, потому что в четырнадцатом году я тоже поверил в эту и правильно сделал в эту технологию, я знаю точно, что этой технологии быть и этой технологии действительно она востребована, она востребована, потому что с теми людьми, с которыми мы общаемся, говорим и работаем, это взять вот Польша, Германия, Латвия, Литва, Эстония и Россия, здесь ближайшие два крупных города, она востребована, она востребована, есть свои нюансы, есть свои небольшие моменты, но они рабочие, они рабочие, потому что людей тоже можно понять, им нужно подтверждение по сертификатам, нужны де юре, чтобы это было, потому что все моменты увязываются естественно с законами, с бумагами, с сертификатами, с всевозможными соглашениями, и это много времени занимает, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, идем вперед и будем еще с удовольствием вспоминать, когда мы в Экотехнопарке рисовали те, кто как хотел и кто-то, кто как видел в красках нашу технологию, помните эту фотографию, кто-кто рисовал, кто чертил, кто пробовал, я лично тоже там дал, зелененьким подрисовал внизу, да, вы видите наш транспорт, который, наш именно грузовой транспорт, я подрисовал зелененьким, вот, мы будем вспоминать это с хорошими очень эмоциями и говорить, что решение было правильное, решение было правильное и верное, друзья, вот такой вот прекрасный у нас получился вебинар сегодня, немного вспоминали и в то же время получили информацию, еще раз прошу те, кто будет смотреть из Санкт-Петербурга, вот, если все-таки есть контакты, соединитесь со мной вживую, да, через скайп или по другим техническим возможностям, те, кто имеет выход на крупных застройщиков, именно девелоперов, не в Петербурге, Петербург пока не интересует, интересует Ленинградская область, Ленинградская область и область другого города, ближайшего, хорошо? Все, коллеги, друзья, всех нам благ, до следующего раза, спасибо.